МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толератуя компании Гомель, у студии и працея Наталья Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуску. До помощи у выращения хвалюющих пытанню первый наместник премьер-министра Беларуси Миколай Снапков сегодня провел прием грамадян у Буды-Кошалеве. Не допустить несчастных выпадков на Гомельщине распадшался месячник безпеки при проведении жнивам. Уступная кампания выходит на финишную промую. До подачи документов в установы высшей адукации застается тыдень. А зараза мгайты меньшим, больш подробязна. Первый наместник премьер-министра Республики Беларуси, уполноваженный представник президента по Гомельской области Миколай Снапков сегодня провел прием грамадян у Буды-Кошалеве. Первый из ворот одразу от четырех человек, причем люди приехали у Буды-Кошалева с Гомеля. Жихары областного центра огучили проблему, якую не могут выращать омаль пять годов. У свой час я не унесли сродки у будовництва жилого дома по улице Тельмана, а ли организация своего обьяцания не выконала. Суд постановил выплатить грамадянам компенсацию у померы о мале одного миллиона 130 тысяч рублей. А ли людей такое выращение пытанья не задовольняет. Сегодня они звернулись до первого вице-премьера с просьбой выделить им участок земли, на яким они побудуют дом за уластные сродки. Миколай Снапков с такой просьбой погодился. Одночасово комитету держконтролю доручено проверить деяние отказных особ, які створили такую ситуацию. Станов, что будет выращена и просьба представников суместного предприемства АМИПАК. Для Будака Шалёва – это одно из городоутворальных предприемств, на яким працуют около 230 человек. Неправильные решения переднего керавництва привели до того, что АМИПАК опынулся у складанных финансовых становищей. Зараз СП проходит процедуру санации, але хоть и працует с прибытком, выплатить все долги у вызначенный термин не поспевая. Усобицы с этим банки-кредиторы пропонуют продать предприемства. Миколай Снапков переконанны, что робить этого нельха. Принять меры и оказать всяческое содействие по сохранению предприятия, сохранению структуры акционерного капитала предприятия и помощи в его дальнейшем развитии. Завтра же хоры в области могут звернуться по телефоне до процедуников мясовой улады. У Гомельским облавыканками на пытанне громадян откажет наместник-старшини Андрей Конюшка. Телефон для сувязи 33-12-37. Ох, этот час принимать звонки будет наместник-старшини Гомельского гарвыканками Виталий Таманчук. Номер 51-19-54. Промые линии, які, звычайно, працуют с 9 до 12-1. На Гомельщине распочался месячник безпеки при проведении жнивам. Сегодня у сельхаз-продприемства Будокашалевского района выехали представники областного объединения профсоюзов и прокуратуры в области. Якие порушения выявили проверяющие, ведают наши корреспонденты. Згодно с дайденными Минсельгазхаршу на Гомельщине намолочено больше 50 тысяч тонн сборжа. Это амаль третья частка от агульно-республиканского уроджаю. Середняя уроджайность – 28 центнеров с гектара, а амаль на 20% больше за леташний показчик. Все лета у аграры в уголе великые надеи на значные намолоты и, как следствие, отповедный прибыток. Что в свою чергу напрямую поплывает на створение належных социально-бытовых умов. Правда, что тысяча филиала Гомельского химзавода, сельско-господарчого предприемства «Морозович и Агро» неких зауваг в этом плане представники профсоюзов и прокуратуры не выказывают. Нема на предприемстве и проблем с забеспечением працевников спецадзеннем, хоть минавито гэтае пытание у господарка Гомешаны бадай самое актуальное. Набыть спецадзенне не складана, але добрая и якосная, каштуя не танна. Увы, не кошмат, хто с тых же механизатор укрыстается хатним абудком, что часам приводить до трагеды. Загорелся двигатель комбайна, было возгорание, и механизатор, спрыгнув с комбайна, очень повредил обе ноги. И одна из причин, то, что не было обеспечения спецобоевого человека. Если бы он был нормально обут, то, может быть, происшествие со стороны медицинской травмы было минимальным. Но, к сожалению, это не произошло. Задача супросовнику прокуратуры выявления порушению законодавства на кшталт крадежоу тезлоуживания службовым становящим. Казать об порушениях подчас жнева ясше рано. Уборочная только починается. Але коли мерковать по выниках мониторингу, что проводился подчас поселной, то у целом на Гомельшине ситуация знаходится под контролем. В усиляким выпадку криминальные справы по выниках проверок не узбуджалися. Проводятся проверочные мероприятия по соблюдению законодательства, а именно это готовность уборочной техники, также прохождение техосмотра данной техники, наличие необходимого для уборки урожая ковитосмазочных материалов. Также непосредственно мы контролируем соблюдение законодательства трудового. Охране туда особое внимание уделяется. Также законодательство по соблюдению по выплате заработной плати. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, Будокошалевский район. Сегодня у Гомеля открытый еще один рентгеновский кабинет. Новый аппарат увели в эксплуатацию в другом филиале центральной городской поликлиники. С подробностями наш корреспондент Павел Михно. Аппарат «Униэксперт-3+. Сучасный рентгенодиагностичный комплекс беларуской вытворчості каштое больше 2 млн рублев. Он складается з моторизированного нахильного стола штатива, стола с дымков и вертикальной стойки, призначены для широкого спектру рентгеновских доследованев в умовах стационара. Основное преимущественно то, что здесь есть цифровой детектор изображения, и мы получаем снимок не на пленке стандартной рентгеновской, а на экране монитора, что позволяет нам корректировать изображение при его изучении и оценке, и корректировать режим. Уведение нового обсталеванья прошло во урочистой обстановце. По-иншому не могло быть. Поликлиника на протягу 2-х годов працавала над тем, каб отримать универсальный рентгенодиагностичный комплекс. Увесь гэтый час пациенты были вымушены проводить рентгенографичное доследование у иншем отделении на 8-й иншагородней вулице. Теперь проблема вырошена. И новый кабинет готовый допомогчевораблять диагностичное доследование любой складанности. Это оборудование в первую очередь необходимо хирургической службе. Ведь же здесь делаются снимки как легких, так черепа, конечности человека делаются. Поэтому в первую очередь это помощь хирургической службе. Ну а потом всем остальным получается, что, допустим, тот же невролог, ему нужны снимки позвоночника либо черепной коробки. Те же терапевты, которых нужно более профессиональный снимок легких. То есть всем службам, работающим с пациентами, это оборудование необходимо. Павел Михно, Игорь Марышенко, телерадо-компания Гомель. Централизованное тестирование подходит до завершения. Далейший этап уступной кампании – подача документов у научной установы. Система эдукации развивается. Специалисты пильно анализуют сучасные тенденции на рынку працы и в громадстве в целом. Как выник, возникают новые специальности. Про перспективы, которые пропонуют Гомельские ВНУ будущим студентам, наступный репортаж. Белорусский Ганглевый с поживецкой кооперацией демонструет широкий погляд на, напевно, самую популярную зараз сферу IT. Установа вводит специальность информационные технологии у экономицы. Таким чином студент не только освоевывает программирование, а и учится разбираться в бизнес-процессах. Так само все лето установа поширила набор на иншую специальность – экономичное право. Сейчас у нас сформировались действительно научно-методические все платформы для того, чтобы готовить высококвалифицированных юристов Я думаю, что они будут очень востребованы и они уже востребованы национальной экономикой и экономикой региона. И я думаю, что они будут очень востребованы правоохранительными органами. Это тоже очень важно. Информационные технологии не один и перспективный напрямок. Наприклад, одна из новых специальностей, что все лето пропонует ГДУ имя Франциска Скарыны, присвечена международным относинам. Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. А чтобы проще назвать, чтобы было понятнее нашим телезрителям. Это означает международный туризм. Впервые университет сделает очень важный качественный шаг в своем развитии. И кроме преподавателей иностранных языков мы будем готовить переводчиков, референтов и специалистов в сфере международного туризма. И еще одна неодъемная складающая экономика промысловость. Техническое развитие выводит реальный сектор экономики на новый узровень. Это створяет потребу у новых специалистов. Таким чином, ГДТУ имя Сухого пропонует будущим студентам выучать работу с композиционными материалами, а так саморобототехнику. Робототехнические комплексы это специальность, которая очевидно будет востребована, потому что замена ручного труда роботами идет и только будет усиливаться. До речи, ВНУ делают все махчимое, как спростить житие своих будущих студентов. На сайтах установ есть особистый кабинет абитуриента. Он позволяет скоротить час приема документов, отримливать звездки об конкурсе, выниках испытав и залечения. Для тех, кто планует поступление в ГДУ имя Скарины, створен мобильный додаток абитуриенты ГДУ, ка быть у курсе у всех новинов уступной кампании. До речи, супрацовники гомельских ВНУ шкадуются об тем, что пандемия обмежевывала их контакты с будущими студентами. Мета выкладчиков нагнать упущенное. Мы решили провести еще цикл таких видео встреч или стримов, где будут представлять деканы факультетов начиная с 27 числа. Поэтому, если кто-то не определился, можно непосредственно будет поговорить. Прием документов у ВНУ будет продолжиться с 25 по 31 липня. Для абитуриентов это час, который шматушим вызначить их будущее. ВНУ Гомеля дают им наиболее выбор, как выразить вопрос, с чем связать свое житие. Миколай Скинтиян, Сергей Негаревич, Игорь Марышченко, Тель, радиокомпания Гомель. Дорожная ситуация под строгим контролем. Про это можно мерковать по колькости профилактических мероприемств и акций. Дорогие, сегодня у областной державной инспекции подвели выники одной из них. В рамках фотоконкурса «Юный велосипедист» инспекторы ДАИ совместно с региональным центром правовой информации имкнулись повысить увагу гомельчан за ударение с отделом неполнолетних велосипедистов. Жадающие отправляли на конкурс свои фотографии. Увы, у дельников оказалось так шмат, что замест трех запланованных призовых мест организаторы вырошили вызначить десять. Этот конкурс имел такой успех, потому что действительно очень важно, чтобы наши дети соблюдали правила дорожного движения, чтобы они ездили в шлеме, например. Это тоже позиционирует и поощряет ГАИ. И родители с удовольствием приняли такое участие в этом конкурсе. И малыши, и очень много было участников. И мы очень рады, что наш ребенок в призерах. Подорожничаете с нами. У Центральной городской библиотеки имя Герцина открылась фотовыстава гомельчанина Андрея Валянкова. Коля 40 работ адлюстроиваются подороже у музея под открытым небом Пирогова, які размещены на ускраине Киева. Объективе народная архитектура и побыт Украины. Млыны, дравляные церкви и дамы 17-18 стагодзев. Территория музея 150 гектаров, на ее размещена больше, как 300 экспонатов, собранных по всей краине. Фотографии Андрея Валянкова дают макчимость забочно прогуляться с техими вулицами у украинского села и побачить, как на протягу часу изменялись его побудовы. Забарона на наведывание лесов дейничая у 34 районах Беларуси, у Тымлику, у 10 в нашем регионе. Отсочвать ситуацию можно с допомогой интерактивной карты на сайте Минлясгаса. Информация обновляется на протягу сего дня. Нагадаем, порушение забароны на наведывание лесов або потребование пожарной безопасности, якое не потягнуло причинение шкоды, может караться попереджением ци штрафом до 25 базовых величин. У выпадку знищения або пошкоджения лесу порушальнику погрожает штраф до 50 базовых. У пяти зонах отпочинку Гомельской в области припынено купання. Специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья провели доследование большим 500 проб воды. По их выниках купання дятей и дорослых обмежавана у Гомеля на пляжах Озерный у Чигуночным районе и Каскада-1 по улице Петруся-Броуки. У Добруши обмежаванне дейничают на городских пляжах номер один по улице Набережной и номер два по улице Кооперативной. У Калинковицким районе под забороны для отпочинку городский водоем державного предприемства Калинковицкая ПМС. Такая ж мера дейничая и у Приднепровским парку культуры и отпочинку Жлобинского района. Комфортное летнее надворье чекается у регионе у выходные дни. У ночи температура поветра складе от 13 до 16 тепла. У день поветра прогреется до 23-25 выше и за ноль. Будет без опадка. У такой ж надворье захавается и у початку наступного тыдня. А вот у середине знову пройдуть дожжи и похолодаем. Гэтая, а так сама иншая новины и информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен добрых вам выходных днём и до новых сустречу эфиры. Дефакто на телеканале Беларусь 4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Серьезная авария в Гомельском районе на Реческой трассе накануне около полудня произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Ниссан и грузовик. В салоне иномарки оказались зажаты два человека. Спасатели извлекли пострадавших и передали медикам. Но, как сообщают в ГАИ, обошлось без серьезных травм. Паровозики из девяти автомобилей. Сегодня утром в Гомель на улице Федюнинского произошло массовое ДТП. Друг за другом в один ряд выстроились семь легковых автомобилей, водители которых не успели вовремя затормозить. Оказалось, что сначала на дороге столкнулись BMW и Citroën. Владельцы самостоятельно оценили сумму ущерба и решили обойтись без сотрудников ГАИ. Как только автомобилисты стали рисовать схему аварии, произошла еще одна. Водитель Мазды, который ехал на две машины позади, совершил с одной из них столкновение, так как те резко остановились перед местом ДТП. Впоследствии также из-за несоблюдения дистанции за Мазды друг в друга врезались еще четыре автомобиля. В результате столкновений никто из участников массового дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Накануне ночью произошел пожар жилого дома в Рогачевском районе. Сообщение о возгорании поступило из агрогородка Звонец. В результате пожара были уничтожены кровля и имущество в доме. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Непредоставление правопреимущества на проезд транспорту следующему по главной дороге – одно из наиболее частых нарушений правил дорожного движения, приводящее к авариям с тяжелыми последствиями. В Рогачеве был травмирован мотоциклист. Около полудня пенсионер 1943 года рождения, управляя автомобилем Kia Carrens, не имеющим допуск к участию в дорожном движении, выезжал с дворовой территории на главную дорогу и не пропустил мотоцикл Honda RC под управлением 40-летнего мужчины. Произошло столкновение, в результате которого мотоциклист с закрытым переломом левой руки, ушибом левого коленного сустава и многочисленными ссадинами головы был госпитализирован. Госавтоинспекция напоминает о том, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен предоставить преимущество в движении транспортным средством, приближающимся по главной дороге, вне зависимости от дальнейшего его направления. Сбор урожая далеко не всегда безопасное занятие, особенно когда он происходит в нескольких метрах над землей. В этом на своем горьком опыте убедился один из жителей областного центра. Вечером в больницу скорой медицинской помощи был доставлен 37-летний гомельчанин с проникающим колотым ранением передней брюшной стенки и повреждением печени. Со слов родственницы, у нее во дворе при сборе вишни мужчина упал с лестницы и наткнулся на штырь металлического забора. Пострадавший госпитализирован. Милиция проводит проверку. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. Сегодня стартует 18-й тур чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Открывает его встреча Слуцк-Ислыч. Единственный представитель нашей области Славя Мозырь в этом туре не сыграет. Напомню, матч с Брестским «Динамо» перенесен на более поздний срок. Ближайшую игру чемпионата Беларуси подопечные Михаила Мартиновича проведут 24 июля с Брестским рухом. Команды первой лиги чемпионата Беларуси завтра проведут матчи 13-го тура. Речицкий спутник отправится в гости к Слониму 2017, а Локомотив в Микошевичи к местному граниту. Поединки стартуют в 17-30 и в 18-00 соответственно. В Гомеле же пройдет областное дерби. На стадионе Центральный сойдутся футболисты Гомеля и Светлогорского химика. Начало в 18-30. Накануне 13-го тура состав футбольного клуба Гомель пополнился вратарем. Зелено-белый арендовали Евгения Иваненко у Мозырьской Славии. 25-летний голкипер будет выступать за гомельчан до конца этого сезона. В нынешнем чемпионате он провел 12 матчей за дубль Славии. Помимо Мозырской команды в карьере Евгения значится выступление за Микошевичский гранит и Светлогорский химик. В Гомеле проходит чемпионат и первенство области по гребле на Байдарках и Каноя. В чемпионате участвуют спортсмены 2003 года рождения и старше. А в первенстве соревнуются гребцы 2004-2005 годов рождения и моложе. В областной центр съехались Светлогорска, Будда Кошелева, Петрикова и Калинковичей. У нас через неделю состоится с 28 июля по 2 августа в городе Заславле на греновом канале РЦО по гребным видам спорта чемпионат Республики Беларусь. Это основной старт скажем для всех наших спортсменов. Вот здесь будет просмотрено спортсмены лучшие будут отобраны в команду сборную Гомесской области которая примет участие в этих соревнованиях. Ближайшее соревнование для гребцов Олимпийские дни молодежи Гомесской области они пройдут на следующей неделе. По итогам будет сформирована команда для Республиканских Олимпийских дней молодежи. А на этом пока все. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова